МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Енисей телепроект «Наше здоровье». Каждую неделю мы рассказываем о медицинских новинках и технологиях, которые доступны всем жителям Красноярского края. О проблемах, которые волнуют каждого, кто следит за своим здоровьем и красотой. Сегодня в выпуске. 17 тысяч вызовов скорой за 10 праздничных дней. И это только в Красноярске. Медики подвели итоги каникул. Как поддерживать иммунитет в непростое вирусоопасное время? Кто стал лучшей медицинской сестрой в онкоцентре? И за что ее благодарят пациенты? Уже совсем скоро, в конце января, медики ожидают вспышку гриппа. Наступает вирусоопасная пора. И именно в это время мы начинаем вспоминать про иммунитет. Но, увы, чаще всего с нелестными эпитетами. Подвел, ослаб, подкачал. А вот что нужно сделать, чтобы он защищал и оберегал нас? Ответ на этот вопрос будем искать в нашем первом сюжете. Разные люди в одинаковых условиях совершенно по-разному реагируют на существующие вокруг нас вирусы, бактерии, грибы, аллергены и прочее. Одних минутное присутствие в толпе людей может привести к недельному постельному режиму. Другим все нипочем. Ни дождь, ни снег, ни кашляющие люди вокруг. Все дело в иммунитете, защитной системе организма. Иммунная система – это клетки, это клеточный состав, есть специальные органы, лимфотропные органы, которые вырабатывают эти клетки. В систему, отвечающую за иммунитет, входит костный мозг, вилочковая железа или тимус, селезенка, лимфосистема, аппендикс и небные миндалины. Для того, чтобы все эти органы не ленились и вырабатывали иммунные клетки в нужном качестве и количестве, врачи рекомендуют придерживаться простых, но и эффективных правил. Самый простой рецепт для поднятия иммунитета – это здоровый сон и, опять же, регулярная физическая активность. Вот эти две составляющие помогут вашему иммунитете быть на очень высоком уровне. Самое главное, чтобы вы спали в период с 11 часов вечера до 3 часов ночи – это особо ценный сон, когда наш организм запускает обновление системы, так скажем, если говорить совсем таким простым языком, и помогает нашим гормонам выплеснуться. Это и гормон роста, и тестостерон. Все эти гормоны будут хорошо продуцироваться, если вы имеете возможность спать здоровым сном. Второй простой совет – жить в движении. Не обязательно профессионально заниматься спортом. Достаточно 2-3 раза в неделю ходить в спортзал. Или выделять в своем расписании 30 минут для пеших прогулок. У человека икронок, ножная мышца является вторым сердцем. Вот если человек сидит, они атрофируются. Значит, если человек идет, они, значит, постоянно сжимаются и снизу кровь поднимают кверху. Они гоняют по всему организму. Считается, что около 40% иммунных клеток базируются в кишечнике. Поэтому третий совет из сферы диетологии. Питайтесь разнообразно. Однобокие диеты для иммунитета не товарищи. А вот обращения к лекарственным препаратам, поднимающим иммунитет, обоснованы лишь в крайних случаях и под присмотром специалистов. Иммуномодуляторы, иммунокорректоры, иммуностимуляторы. Много очень разных терминов, но только специалисты понимают, когда мы модулируем, а когда мы стимулируем, да, а когда мы коррегируем. Однако в вирусоопасное время врачи все же рекомендуют включить в свой рацион всем известные препараты растительного происхождения, которые обладают общим укрепляющим действием. Речь о травах. Например, это корень солодки. Корень солодки, лакричный корень, который принимали давным-давно наши предки еще и добавляли его в растительные, в различные компоненты, так сказать, в настои растительные. Либо даже так лакричный корень, но это очень сладкий, вот так употребляли. Он стимулирует функцию надпочечников и, соответственно, является вот как бы так иммуностимулятором, слабым растительного происхождения. Подобным действием обладает эхиноцея, мумиё, мёд и продукты пчеловодства. В качестве профилактики и согласно инструкции врачи разрешают их принимать самостоятельно. Ко всему вышесказанному следует добавить, что залог сильного иммунитета еще и в положительных эмоциях. Медики подвели итоги новогодних праздников. За 10 дней только жители краевого центра 17 тысяч раз вызывали скорую помощь. Об этом и не только расскажем в нашей традиционной рубрике МедИнфо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добавлю, за весь период новогодних праздников в травмпункты города обратились 2400 человек. Это на 400 пациентов больше по сравнению с прошлым годом. В первом месяце этого года поезд здоровья сделает остановки на 7 станциях. В свой очередной рейс передвижной диагностический центр отправится с 15 по 28 января. Первая остановка будет на станции Большая Кеть, затем Пировская, Оболакова, Лиссосибирск, Малая Кеть, Сурикова и Кытат. Пройти здесь обследование и проконсультироваться у врачей можно будет с 8 утра до 6 вечера. Врачи напоминают, при себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. В Красноярске открылся новый бассейн Медицинского университета. Находится он рядом с главным корпусом на улице Партизана-Железняка, 1П. Заниматься плаванием здесь смогут не только студенты, но и горожане. Длина бассейна 25 метров, он имеет 6 дорожек и 5-ступенчатую систему очистки воды. Строительство шло чуть больше года по программе 500 бассейнов. В Красноярске это уже второй. Первый открылся два года назад в Технологическом университете. По планам в Краевом центре в ближайшее время должно появиться еще два подобных спортсооружения. В Краевом центре введен режим неблагоприятных метеоусловий. Он действует с 1 января, сейчас ему присвоена вторая степень. Это означает, что в воздухе повышается концентрация вредных веществ. Такое, к сожалению, бывает во многих крупных городах в безветренную погоду. А в морозы ситуацию усугубляют выбросы от теплоисточников. Пока власти ужесточают экологические требования к промышленным предприятиям и ТЭЦ, врачи дают красноярцам рекомендации. Ни в коем случае нельзя пропускать прием лекарственных препаратов тем лицам, которые имеют хронические заболевания. Второе, не открывать окна, не проветривать помещение. И, естественно, придя с улицы домой, обязательно промыть полость носа, вымыть руки, лицо, лучше принять душ. В Краевом онкологическом диспансере выбрали лучших сотрудников. Помогли в этом отзывы пациентов. Кроме врачей, немало слов благодарности было в адрес медицинских сестер. Об одной из них сегодня в рубрике «Профессионалы». Спасибо вам за ваши ласковые ручки. Спасибо за вашу доброту и душевность. За то, что вы такая умничка, что вы нас лечите, что вы нам даете здоровье не только своими ручками, золотыми, но и словами. И спасибо вам огромное. Выздоравливайте. Спасибо вам большое. Мария Петровна, пациентка онкологического диспансера, благодарит медицинскую сестру Ольгу Батуру. Женщина уверена, благодаря ее стараниям сейчас она идет на поправку. Моральная поддержка, признается, очень помогла. Ведь большинство пациентов, узнав страшный диагноз, просто опускают руки. И от поддержки медсестер, тех людей, которые в эту минуту рядом, зависит настрой и выздоровление. Это немаловажно. Вы знаете, это вот ни с чем не сравнимо. Я не знаю, как бы, совсем бы я исправилась бы с этим, если бы, конечно, небольшая поддержка. Медицинского персонала. Бывает, поплачу, посмеюсь, всяко бывает. Но здесь удавать врачи и медсестры здесь не дают. Здесь только положительные эмоции. Поблагодарить врачей, медицинский персонал и отдельно Ольгу Батуру приехала и бывшая пациентка из Черногорска. Врачи диагностировали у нее рак четвертой стадии. Женщина признается, что тогда и не надеялась на спасение. Работу врачей и медсестер онкоцентра, иначе как чудо, она назвать не может. Конечно, я очень рада, что вот такие врачи, вот у нас в России есть, не надо никуда ездить. Нужно только верить и знать, что тебя все равно спасут. И хотя я не рассчитывала на спасение, я не более полгода рассчитывала после операции прожить, как видите, я приехала сюда, чтобы вот именно они сами убедились в своих вот таких трудах. Счастливые и здоровые пациенты – это то, ради чего медицинская сестра Ольга Батура приходит на работу на протяжении 18 лет. За это время признается, обзавелась железным характером и стальными нервами. Ведь медсестра – это ноги без ногого, руки без рукого, глаза слепого, поддержка слабого. А еще медсестра – это психолог, выслушивающий и помогающий. Люди, когда узнают, что они заболевают раком, это, наверное, вызывает какой-то внутренний стресс, а потом это все выплескивается наружу, и для окружающих это как бы очень, не то, что опасно, но неприятно крайне. А так как они попадают в эту больницу, они сталкиваются в первую очередь с нами. И на кого грязь, только на нас. Поэтому пытаемся сглаживать как-то ситуации. Добавлю, что труд медсестры очень сложен и физически, и морально. Только по-настоящему сильные духом, терпеливые, добрые, чуткие и отзывчивые остаются в этой профессии. Ученые Красноярского медицинского университета разработали новый метод диагностики рака. С помощью специальных оптомеров выявить злокачественное новообразование можно будет в течение нескольких минут. О том, когда новую разработку начнут применять и в чем суть, расскажем прямо сейчас. В этой пробирке находится плазма крови. Врачи уверяют, по ней прямо сейчас, буквально в считанные секунды, они смогут определить наличие или отсутствие злокачественной опухоли в организме. Это абсолютное ноу-хау в медицине. Для этого каплю плазмы помещают на электрод и ставят в специальный адаптер. Такая министанция подключена к компьютерной программе, которая и помогает выявить белки онкомаркеров в организме. В плазме крови больного содержатся белки онкомаркеры, которые выделяются опухолю при развитии болезни. Они попадают в кровоток и с помощью их выявления мы можем определить, есть у человека заболевание, либо его нет. За один час такой метод позволяет обследовать порядка 20 пациентов. Это значит, что срок диагностики можно сократить в разы. Для сравнения, сейчас диагностика злокачественных новообразований занимает от нескольких дней до месяца. В основном используют МРТ, рентген и УЗИ. Секрет нового, более быстрого и эффективного метода в оптомерах, рассказывают специалисты. Так называют искусственно созданные одноцепочные ДНК, которые притягиваются к клеткам рака определенного органа. Это и позволяет мгновенно выявить опухоль. Сейчас ученые разработали оптомеры для выявления рака легкого. Но в скором времени таким образом можно будет обнаружить опухоль в любой части организма. По идее, на этот электрод можно нанести вообще любые оптомеры. То есть вообще любые. К другим заболеваниям. К раку молочной железы. У нас есть оптомеры к раку молочной железы. Оптомеры к глиобластоме головного мозга. К любым другим видам заболеваний. Новую разработку красноярские ученые запатентовали. В течение нескольких месяцев ее планируют доработать и уже через год внедрить во все больницы края. Это значит, что выявлять злокачественные новообразования на ранней стадии будет намного проще. А это сотни тысяч спасенных жизней. Скажите слова благодарности врачу, который помог вам или вашим близким. Звоните в нашу редакцию по телефону 233-04-03. На этом у меня все. Желаю крепкого сибирского здоровья. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин